Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, ваш взгляд со стороны известного авторитетного политолога, была ли предсказуема такая ситуация, или все-таки и вообще в политической науке это тоже такой необычный ход, который вот сегодня мы все лицезреем? Ну, необычно в этом ничего нет, потому что, в общем-то, если брать науку и практику, то давно известно, что два срока вполне достаточно. А дальше уже начинаются отрицательные процессы, потому что давно известно, что власть портит, абсолютная власть портит абсолютно. Но в нашей стране в переходный период это было сложно выдержать, и этот закон, по которому губернатором можно остановиться только два срока, он принят, по-моему, в 2012 году. Поэтому Сергей Иванович, он обнулил все предыдущие сроки и позволял Сергею Ивановичу избираться как бы первый раз в 2016 году и как бы второй раз в 2021 году. Но фактически, если брать его время, это с середины 2004 года, когда, ну, скажем так, часть региональной элиты объединилась вокруг его фигуры, когда стоял вопрос либо Морозов, либо Шаманов. Поэтому это где-то даже почти 17 лет. И, конечно, человек за это время меняется, любой человек, как психологи говорят, раз в 10 лет мы меняемся. Коши сбрасываем даже там. Поэтому, конечно, и Сергей Иванович менялся, и он был разным в разные периоды. Но с точки зрения вот необходимости его существования при власти, он как бы весь срок исчерпал. В чем это проявляется? Ну, во-первых, объективно это проявлялось в том, что есть усталость от одного и того же лица. Это никуда не денешься, это психология восприятия, независимо даже, хорошее или плохое, люди устают от одного и того же. Далее все чувствовали, что последние годы Кремль, президент страны проводят политику на омоложение кадрового состава. Потому что понятно, что если в 2012 году приняли закон, всех губернаторов, которые там с 90-х годов сидели, нельзя же в один день уволить. Это в стране будет бардак. Поэтому, соответственно, это все происходило медленно, в течение практически 11-10 лет, с 2012 по 2011, с 2012 по 2021. И таким образом, понятно было, что вот год, два, три, но в какое-то время в ближайшее, и эта тенденция должна была коснуться Сергея Ивановича Морозова. Тем более, что он уже входил как бы в список губернаторов, которые больше всего находились. То есть это был Тулеев Кемерово, это был из Белгородской области, по-моему, Савченко, если правильно фамилию назвала. Вот Сергей Иванович, Ульянская область. И понятно было, что вот годом раньше, годом позже это должно было состояться. Поскольку 2021 год, он в этом отношении как бы вот, как бы точка такая очень важная, потому что если разрешать идти на следующий срок, то значит, он еще пять лет работает. И вот эта тенденция как бы ограничивается. Поэтому то, что он должен был на 90 с лишним процентов к 2021 году уйти, это было... Добровольно сам. Ну, это уже другой вопрос. Это было достаточно ожидаемо, особенно тем людям, которые вот в этой политической каше варятся и более-менее понимают те тенденции, которые происходят. Другое дело, как, значит, куда уйти, каким образом. Это уже второй вопрос, но то, что его уход, он был ожидаем, это действительно так, и он произошел. Ожидали его с осени, потому что если осенью 21 выбора, то обычно вот это вот решение, кто остается, кто уходит, оно начинается с осени, за год до выборов. И до весны, вот как бы в течение вот этого длительного зимнего периода решался вопрос оставаться, не оставаться. Ну вот в данном случае мы его, как бы результаты этого процесса видим. 8 апреля губернатор в то время Ульянской области подал в отставку. Так что с этой точки зрения, ну, никакого ЧП, никакой катастрофы, ничего такого вот сверхнеожиданного не произошло. В высших кругах об этом уже как бы люди догадывались, знали. Просто это как бы не донесено было для народа, и как бы это не нужно было преждевременно. Да, потому что те, кто живут политикой и живут в политике, для них это важно. Люди живут обычной жизнью, и, в общем-то, по идее, их не должно касаться даже по-серьезному, кто там наверху. То есть главное, чтобы работала система управления, было стабильно, работали условия, людям было достаточно комфортно жить и решать свои проблемы. А наверху там Иванов, Петров, Сидоров – это, в общем-то, не так важно. Хотя понятно, что в традициях российского населения очень сильна персонификация власти. Вот не просто знать, что там есть руководитель, а кто, какой и так далее. На мой взгляд, еще тут, вы знаете, такая ситуация, что как-то Морозов не оставил себе преемника. То есть как бы вот не было при нем одного или двух людей, на кого можно было сделать ставку, что вот этот вот, по крайней мере, будет или временно исполняющим обязанностям, или уже следующим губернатором. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, есть такой человек яркий? Да нет, это, в общем-то, беда очень многих наших лидеров региональных, надеюсь, не федеральных, а региональных, когда желание остаться у власти приводит к тому, что если появляется очень сильная фигура, из которой может вырасти реальный конкурент, значит, делается все, чтобы этот конкурент либо покинул регион, либо вот как бы совсем его с политического поля убрать, чтобы он не был таким конкурентом. Убрать можно по-разному, там, уволить, набрать компромата, да? Да, мы все понимаем. Не привыкли мы пока к конкуренции политической, вести себя в ней нормально и выращивать кадры. Это очень плохо. А для области, смотрите, один раз мы уже это прошли, когда Юрий Фролыч Горячев не смог подготовить себе кандидатуру и очень хотел в 2000 году остаться у власти. закончил с приходом совершенно, как бы, неплохой, потому что генерал Шаманов, он и генерал, и в своей отрасли, он очень уважаемый человек, но неожиданного совершенно для области человека, не привязанного к области, рассматривающего его как некий временный этап в своей жизни. Чем это обернулось для области, мы все знаем. И сейчас получается, что за столько лет работы Сергей Иванович не смог подготовить кандидатуру, где бы сказал, я ухожу, но вот, даже не одна, а вот раз, два, три, выбирайте. И это могло быть предложено и Кремлю, и это могло быть предложено и населению. То есть это, конечно же, проблема. Это проблема, потому что при всем при том, как бы, мы пока все плохо знаем в отношении области Алексея Юрьевича и Русских, но в любом отношении это человек, который пока ничем не привязан к региону. То ли он поставлен как переходная фигура на какой-то один срок, то ли он станет человеком, привязанным к Ульяновской области, и будет здесь два срока, привезет ли он семью, и как это все будет происходить. То есть пока мы можем гадать загадки, но область для него совершенно незнакомая. Если в свое время Шаманов говорил, что он был там в 31-й дивизии, и у него там где-то есть клочок земли, оформленный на него как садовый участок, то тут как бы вообще ничего. Нина Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот вы лично до сегодняшнего дня знали фигуру Алексея Русских? Чем он занимался, кто он такой? Потому что для нас это абсолютно новый человек, и вообще, честно говоря, вот в политической жизни я такой фамилии не слышал никогда. Ну, фамилия встречалась, я, конечно, не обращала внимания на нее в плане Ульяновской области, отношения к Ульяновской области. А среди как бы состава руководителей КПРФ, когда информацию профессионально смотришь, я эту фамилию видела. По отношению к Ульяновской области она, я, по крайней мере, увидела, где-то вот за месяц, наверное, до этого. То есть что-то легало. Ну, есть телеграм-каналы, где полно политических слухов, ты не знаешь им верить или не верить, но фамилия начала проскальзывать. То есть какие-то разговоры шли, говорили о том, что, возможно, «Росатом» будет претендовать на регион и какую-то свою кандидатуру предложит, потому что у него есть свои тут как бы профессиональные интересы производственные. То есть разные слова были. Говорили о том, что и Сергей Иванович очень пытается остаться и добиться разрешения на вот по новому закону на второй срок. То есть разные ходили разговоры. Вот в плане как бы вот Кульяновской области нет. Но мне кажется, появление представителя КПРФ... Неужели среди местных нельзя было кого-то сделать ставленником из КПРФ? Ну, вот из тех людей, которые работают, кого я знаю в правительстве, очень сложно назвать человека, который был бы готов к этой работе. Есть отдельные хорошие министры. Мы можем назвать... Ну, вот я бы Вавилина назвала с удовольствием. Ну, даже вот Семёнкина с подмоченной репутацией, но как специалиста. Он очень неплохой министр. Но вот как раз и это говорит о том, что нет человека ещё и с политической репутацией. Чтобы это был не просто хороший хозяйственник, хороший профессионал в своей отрасли, но чтобы это ещё была политическая фигура. Если мы возьмём полицсоветы наших региональных отделений, то мы не сможем найти, на мой взгляд, я не вижу там достойных представителей, которых сейчас можно было выставить. Или сделано всё, чтобы они не стали достойными представителями. Но это ещё раз вернусь. Это, наверное, всё-таки ошибка Сергея Ивановича, когда он не смог подготовить и вырастить таких людей, дать им возможность стать и профессионалами, поскольку они возглавляют правительство, и политическими всё-таки фигурами, чтобы их знали люди, и они имели какой-то свой образ, периодически появлялись на экране, не только с отчётами по своему направлению, а с некой политической позицией, и чтобы понятно было, кто есть кто, и если выбирать, то за кого бы я пошла, или вы пошли бы голосовать. Вот этого, к сожалению, не произошло. Нин Владимир, что нас ждёт в ближайшие полгода до 19 сентября? Ну, я бы сказала, что в определённой степени, наверное, где-то до конца июля-августа, мне кажется, будет некоторое такое затишье перед боем, потому что, ну, вот сейчас, скажем, новый губернатор, он знакомится с членами правительства, он будет знакомиться с руководителями районов, он будет вырабатывать свою программу, с которой он пойдёт на выборы. Конечно, это не одного дня работа. Можно, конечно, какие-то набросать направления, с каким-то предложением придёт отдельно наше региональное отделение КПРФ, это всё понятно. Но губернатор в данном случае должен обратиться ко всему населению, поэтому он не может вот только встать на программу одной политической силы, не учитывая, что население ведь голосует у нас достаточно хорошо и за ЛДПР, и достаточно хорошо за Единой России, несмотря на то, что в последнее время её рейтинги упали, всё равно она пока набирает достаточное количество, поэтому этого нельзя не учитываться. То есть это должна быть кропотливая работа и по выработке вот такой предвыборной программы, он на выборы идёт, и это должна быть очень кропотливая работа по набору своей команды. То есть сейчас кадровая политика для нового губернатора – это одно из важнейших мест, потому что, как всегда, в политике сочетаются две вещи – профессионализм и преданность. И если профессионализм можно наработать и набрать людей, то поскольку он только пришёл в область, и он никого не знает, и быть уверенным, что это будет человек, преданный ему, а не от какой-то иной политической силы – это очень проблематично. То есть вы считаете, смена Кабмина будет абсолютно точно? Ну, во-первых, его не зря это как бы общепринято отправляют в отставку, и новый руководитель набирает новую свою, не новую, а свою команду. – Но пока что все исполняют обязанности. – Ну, потому что это процесс. Если бы русских здесь работал, он бы знал людей, он, может быть, побыстрее бы. Но поскольку он не знает людей, и понятно, что какую-то часть, он сам обмолвился, что небольшое количество, но какую-то часть он привезёт из Москвы, с одной стороны, это… – Всё-таки обновление будет? – Чисто формально это неплохо, к нам приедет московская культура. Всё-таки мы… – Управленческая. – Да, мы провинциалы. Это есть, никуда от этого не денешься. Управленческая культура. Но дальше вступает человеческий фактор. А как они между собой? – Уживутся. – Уживутся часть, одна, другая, третья. Это вот с одной стороны. И если есть политические силы, которые не хотят победы Алексея Юрьевича на выборах, или хотят помешать, или хотят показать, что не того подобрали, и, скажем, низкие результаты, или устроить хорошую головомойку во время избирательной кампании, да, то есть мы не знаем, кто как вот сейчас отреагировал, и никто вам вслух это не скажет. – А потом мы же не знаем, чем могут закончиться знакомства. Кто-то будет снят, обижен, против кого-то могут начаться какие-то следственные действия. – Кто-то может переметнуться. – Да, кто-то туда-сюда. То есть вот это всё может привести к тому, что будет формироваться и, ну, скажем, традиционным политическим словом – оппозиция, какая-то контр-элитная группа, которая будет, ну, высказывать свои позиции и, в общем-то, мешать такому спокойному процессу. Это вот группа обиженных, недовольных и так далее. Это неизбежно. И, конечно, к началу избирательной кампании это всё должно вылиться, не дай бог, в компроматы, да, в какие-то вот такие эксцессы. – А такое бывало вообще раньше у нас, вот именно вот на таком уровне компроматов, разоблачений? – Ну, я не знаю, вы, может быть, помоложе не помните, но когда Шаманов шёл, скажем, у нас распространялось противоположной стороной, что если вы выберете Шаманова, сюда приедут чеченские боевики и перережут полу-Ульямской области. Да, это на уровне слухов обсуждалось среди населения. Поэтому тут политика вещи такая, что ставки в ней очень высоки, поэтому любые средства для некоторых становятся хороши, лишь бы добиться своего. И в этом отношении, конечно, июль-август, вот перед выборами, я думаю, будут очень жаркими месяцами. – Ну, это да, интересная такая обстановка происходит. Вот, я так понимаю, пройдут выборы. Как вы считаете, кто, ну, навскидку, конечно, трудно предугадать, ну, кто может оказаться в бюллетне, кого мы будем избирать? Какие примерно могут быть фамилии? – Я даже гадать сейчас не буду, потому что… – Это непредсказуемо. – Ну, во-первых, мы с вами уже говорили о том, что это несколько неожиданное назначение, и я думаю, многие политические силы, которые есть у нас в регионе, не были к этому готовы, хотя проскальзывали разные фамилии, и люди ждали, поэтому сейчас нужно думать, кого противопоставить – человеку, на которого, ну, сделал ставку Кремль, да, противопоставить серьёзную фигуру, которая окажет серьёзную конкуренцию, и может, поскольку незнакомый человек может снизить, да, рейтинг, шансы, проценты Алексея Юрьевича на выборах. То есть, каждая партия для себя будет решать. Или поставить фигуру, ну, номинальную, да, Иван Иванович. И все понимают, что вот это вот основная фигура, а все остальные два-три-четыре человека, ну, это, ну, надо конкуренцию организовать. Да, пожалуйста. – Нила Владимировна, а как вот вы считаете, вот тот кандидат, который предложен президентом, уже есть какой-то тоже стереотип, наверное, в массовом сознании, что, ну, раз президент делает ставку на этого человека, то, как говорится, ну, альтернативы нету. То есть это тоже хороший такой вот какой-то политический ход. – Ну, это не то, чтобы альтернативы нет, поскольку действительно для многих людей политика – это, в общем, область далёкая, и они, конечно, для ориентации перед выборами обращают внимание, откуда взялся человек, кто его рекомендовал, поскольку для многих жителей нашей страны кандидатура президента пользуется, ну, во-первых, наибольшим доверием среди всех политических сил, наиболее уважаемое то, что президент именно этого человека предложил на должность, ну, теперь сейчас исполняющего обязанности, а потом пожелал человеку пройти удачные выборы, то для многих это будет как бы, ну, знаком, да, чего там выискивать, смотреть, кто ещё достоин, доверимся. – Ну, есть, конечно, часть, прежде всего, интеллигенция, может быть, часть вот политической элиты, муниципальной элиты региона, которые не очень довольны таким решением президента, и, конечно, возможность голосовать за альтернативного кандидата, хотя бы просто показать, что не 100% пошли и проголосовали за того человека, которого предложил Кремль. А есть иные мнения, есть иные кандидаты, в общем-то, при развитии демократического процесса такую возможность надо людям давать. Поэтому кандидаты должны быть от других политических сил, другое дело, какой вес у них будет. – Каково положение «Единой России» на сегодняшний момент в нашем регионе, поскольку это лидирующая партия была, вот, так скажем, до 8 апреля? Шансы их какие на победу в сентябре? – Ну, во-первых, там будут федеральные шансы, там не столько будут, наверное, обращать на региональное отделение, сколько будет идти и агитация, и политический пиар, и избирательная кампания с ее рекламой на федеральном уровне за «Единую Россию» или за какую-то другую партию, и показывать ее достоинства, и почему за нее надо голосовать. Это, конечно, облегчает действия регионального отделения, когда они будут просто либо повторять, либо дополнять, да, то, что говорится на федеральном уровне. Другое дело – это еще голосование за кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам. И если, ну, во-первых, будет праймерис, и «Единой России», мне кажется, тут надо максимально открыто провести вот это вот событие как праймерис в конце мая, когда дать возможность населению выбрать из тех кандидатов, которые подобрала «Единая Россия». И здесь очень много вопросов, потому что Марина Павловна Беспалова заявилась на одном округе, это «Единая Россия». Все-таки ее уже как бы пять лет она не мелькала в области, и в определенной степени как бы, ну, не то чтобы подзабылась, но, скажем так, актуальность ее лица, ее участие, ее фигуры, она несколько ниже. И если, скажем, будут выставлены от других партий достаточно серьезные кандидатуры, то они могут поспорить и с представителем «Единой России» по одному округу Беспаловой, и, возможно, и даже… С КПРФ. Нет, по второму округу все время у меня вылетает фамилия Хмкииста. Третьяк. Третьяк. Знакомая фамилия, но вылетает из головы. Да, он же еще выставил свою кандидатуру на праймерис по другому округу. Значит, поспорить с ним, не поспорить – это как решаться, да? Но, с другой стороны, мне кажется, наверное, было бы не очень хорошо, если бы у нас победил губернатор, коммунист, и в обоих округах, скажем, представители КПРФ. Тоже, да? Да, то есть вот у нас сначала было засилие «Единой России», а потом сменится на засилие КПРФ. Резко так. Вот при развитии демократии это не нужно. Нужна как раз вот палитра различных политических сил, которые бы учились договариваться и работать вместе на благо граждан. Вот не одна партия давить и заставлять молчать другие, а все-таки работать вместе. Это очень тяжело. Это тяжело и политически, мы не привыкли к этому. Это тяжело и личностно. Тем более, что региональное отделение КПРФ не сменится, и региональное отделение «Единой России» не сменится, а между ними взаимоотношения уже много лет. Испорченные. Испорченные, очень обостренные. Поэтому, да, здесь будет борьба, но посмотрим. Все-таки, наверное, ЛДПР как-то не только по партийным спискам должны подключиться. Но хватит ли у них сил выставить какую-то серьезную кандидатуру по одномандатному? Ну, я так понимаю, созыв законодательного собрания, он же не будет меняться еще в этом? То есть там все равно... Он у нас избран в 2018 году. Лидирует «Единая Россия». И по закону он будет в 2023. То есть все-таки будет небольшой диссонанс. Но мы с вами должны помнить, что в законодательном собрании за эти вот два с половиной года прошли очень интересные процессы. То есть некоторые, которые шли по списку КПРФ, не буду называть фамилии, из КПРФ вышли и перешли. Вот как они сейчас себя поведут. Интересно. Да? Поэтому вот на данный момент как бы добились, что в законодательном собрании у «Единой России» на один голос больше. То есть половина – 18, а чтобы принимать решение, нужно 50 плюс 1. Сейчас там официально считается, что единороссов 19. Но избранных было, по-моему, 17. Поэтому 2-3 человека не передумают ли они и не перейдут ли они… Партии, от которой они пришли в законодательное собрание. Какие будут процессы? И тут как бы даже уже им будет всё равно, как они будут выгодить в глазах людей. Какая разница. Для них это не является такой какой-то чисто жизненной ситуацией. Ну, мы с вами живём немножко в переходное время. Мы, конечно, переделали экономику, мы переделали политику за эти 30 лет переходных процессов. Но очень сложно в переходные процессы переделывать, она так называется, ценностно-смысловая система, которая приводит к тому, что в переходное время было в голове у людей, ну, если не бардак, то, скажем красивым словом, мозаика. То есть нет чётких позиций, чётких идеологических установок, сформировавшихся такой ценностной позицией, что я могу, а что я никогда делать не буду. А вот некая мозаика, некая подверженность тенденциям, изменениям, ситуации – это, в общем-то, характерно для переходного времени. Поэтому кто как себя поведёт, мы ещё не знаем. И если «Единая Россия» сохранит 19 и не сможет выработать линию позитивную по отношению к губернатору, если будет в сентябре избран Алексей Юрьевич Русских, то мы уже тоже это проходили, противостояние законодательного собрания и губернатор с правительством. Опять для области ничего хорошего из этого не получится. Было у нас одно время, когда только был избран губернатором шаманов, а законодательное собрание оставалось в счёту, которое было избрано при Горячеве. И баталии были, и нерешённые вопросы, и противостояние было. И, к сожалению, для области это ничего хорошего не принесло. Не надо бы сейчас снова возвращаться к этому. Но политическая борьба, она очень личностная. Мне кажется, тяжело будет найти компромисс. Ну, я думаю, будем смотреть и наблюдать. Тем более, что вот эти полгода нам должны поставить какие-то точки над «и» уже, что будет 19 сентября. Посмотрим далее. Да, и очень бы хотелось пожелать вот тем людям, которые в политике работают, всё-таки на первое место ставить интересы области. А потом уже свои личные обиды или не обиды, или какие-то узкогрупповые интересы своей, я не знаю, либо элитной группы, или какого-то своего бизнеса, или ещё что-то, а всё-таки на первое место ставить интересы области, для которой нужна, с одной стороны, стабильность и преемственность в системе государственного управления, а с другой стороны, конечно, новый опыт, новые инициативы, новая предприимчивость, новые идеи. И будем надеяться, что всё это свершится. Я благодарю вас за замечательную беседу. А нашим уважаемым зрителям напомню, что сегодня героем телепроекта «Гость-студия» была профессор, доктор политических наук Нина Владимировна Дергунова. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, нам всегда есть, что вам рассказать.